Свой 92-й день рождения Красногорск решил отметить без масштабных уличных гуляний и праздничного фейерверка. Ситуация диктует другие реалии, требуя от общества объединиться и направить максимум сил и средств на поддержку защитников Отечества и тех, кто пострадал от боевых действий в нашем приграничье. Гостей торжественного мероприятия во Дворце культуры Подмосковья встречал Оркестр военно-инженерных войск и пронзительная выставка «Уголь Донбасса». В экспозиции представлено 14 фотокопий черно-белых работ, оригиналы которых уже побывали в более чем 35 городах России и за рубежом. Художник Сергей Марченко намеренно выбрал графическую технику исполнения – лаконичную, но при этом попадающую в самое сердце. Здесь нужно было на такой контраст перейти, как свет и тьма, и правда, ложь. Там же все чувства, они все сконцентрированы, они все становятся еще ярче, что ли. Там нет вот этих полутонов. И символично, конечно, перекликается это с самим углем, месторождением и местом происходящих событий. Эти люди, они не спрятались, не уехали, а находятся в центре событий, и поэтому они для меня герои. Хочется раскрыть вот их природу героизма. Вот почему, что за зов такой. Среди приглашенных на празднование было много и настоящих героев в военной форме, и тех, кто много лет трудится на благо родного края, вкладывая в свою работу частичку сердца и души. Любой город – это прежде всего люди, а когда они любят свою малую родину и доказывают это делами, все вокруг преображается. Те, кто живет давно в этом городе, они могут не заметить, какие большие перемены произошли. Сколько школ, детских садов, сколько красивых парков, как изменился город даже внешне. Но я считаю, что главное, вот то, что изменилось сегодня, за последние несколько лет в нашем городе, это изменились люди. Они стали намного теплее, одухотвореннее, они стали открытыми, и они хотят делать этот город лучше. Такой приятный культурный шок, что у нас ежегодно огромное количество образовательных организаций открывается. Наверное, за 92 года существования Красногорска, прошлый год и этот год – это максимальное количество открытых учреждений, большое количество привлеченных педагогических работников. Ну и, безусловно, максимальное внимание и главы личной администрации городского округа Красногорска, проблемы детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Красногорска – один из лидеров не только в Московской области, но и в Российской Федерации по тем технологиям сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас есть в Российской Федерации. Официальную часть торжества открыл руководитель муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков. Мне особо приятно всех сегодня вас не просто поздравить, а поблагодарить, потому что в любой победе команда, в любой команде всегда стоят задачи. И самое главное, кто в нашей команде – это вы, дорогие жители. Я искренне уверен, что каждый из вас и дальше еще больше будет созидать и любить, потому что невозможно, невозможно ни в коем случае нам забывать прошлое. Забыв прошлое, ты позволяешь переписать историю. В Красногорске, я уверен, каждый житель знает свою историю. Первыми, кому с благодарностью и признанием заслуг глава округа вручил государственные награды, медали и ордена за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга, стали пять участников специальной военной операции. А звание почетного гражданина округа в этом году единогласным решением Совета депутатов было присуждено Галине Михайловне Ковалевой, чей вклад в культурную и творческую жизнь города сложно переоценить. Благодарностями за честный и самоотверженный труд были отмечены многие красногорцы – учителя и врачи, спасатели и полицейские, инженеры и юристы, священнослужители, руководители образовательных центров и творческих коллективов. Ну а главным подарком для гостей праздника стал масштабный спектакль «Красногорье. Место силы», в котором приняли участие 600 артистов из всех хореографических, вокальных и театральных студий муниципалитета. Шоу «Ко дню города» получилось по-настоящему ярким и незабываемым. Субтитры создавал DimaTorzok